Нейромир ТВ В студии Владимир Филин, Павел Грудинин и Юрий Болдырев. Тогда Павел Грудинин выступал в роли кандидата в кандидаты в президенты. Сегодня он уже, можно сказать, кандидат. Итак, сегодня в нашей студии наши гости. Филин Владимир Иванович, Грудинин Павел Николаевич, Болдырев Юрий Юрьевич и Тетёкин Вячеслав Николаевич. Собственно, наша программа начинается с того, что задаются вопросы. Но сегодня я воспользуюсь, скажем так, своими привилегиями ведущего, который узурпировал канал. И первые два вопроса задам я. Но я люблю задавать всякие каверзные вопросы, поэтому я сейчас начну с самой зубодробительного вопроса, который мучил всех буквально последние 10 дней. Итак, мы видим на этой фотографии Павла Николаевича Грудинина на отдыхе в Германии. Павел Николаевич, что же вас так привело в Германию? Почему вам не отдыхалось в России? Ну, вот откуда всё вот это? Может быть, всё-таки имело смысл в России как-то вот кандидатов в президенты России встречать? Павел Николаевича Грудинина на отдыхе в России как-то вот кандидатов в Германии. Италии. Ну, вот поэтому мы друзьями на протяжении уже 18 лет ездим кататься. Но мы ещё к тому же и члены Союза земляничников в Германии. Мы покупаем там технологии. В Голландии, кстати, тоже я очень часто бываю, потому что мы там купили роботу. У нас данные связи с Европой. Причём надо же понять, что позапрошлым годом до 450 миллиардов доходили обороты между нами и европейскими странами. Я думаю, что если бы в Сочи было решение кататься, я бы, конечно, катался больше в Сочи. Но на самом деле, мы европейская страна. В этом ничего плохого нет. Тем более, что если ты покупаешь, как я это сделал, за 4 месяца путёвку, то есть смысл отдыхать там, где это, ну, сам так, удобно. Но я же здесь. Меня, знаете, что дальше больше беспокоит? Я когда проходил таможню, не, паспортный контроль, меня остановили на 25 минут. А потом, когда я выходил уже после этого, ко мне подбежали телезиёмщики. То есть у нас какая-то странная страна. Меня специально остановили на паспортном контроле, чтобы потом, ну, скажем так, независимые репортеры, которые не представляются, стали меня спрашивать о том, о чём сейчас меня спросили. Но это телевидение специального назначения. Игорь, вместе со мной прилетело ещё около 300 наших соотечественников, которые тоже отдыхали в Германии на лыжах. Там ничего страшного нет. Я вообще-то на самом деле живу в России, и я думаю, что это правильно. Мы большая, великая страна, и к нам ездят, и мы ездим тоже. Не надо себя ни в чём останавливать. Хорошо, тогда мой следующий вопрос. Вопрос касается вообще всей предвыборной кампании. Вот, ну, я не знаю, кто из гостей возьмётся за этот вопрос, но я, в общем-то, как и многие из зрителей, задаются одним вопросом. Вы что, всерьёз верите в выборы в России, и что выборы что-то могут изменить? Или же это просто вот некая, такой вот ритуал? То есть выборы, они вообще что-то решают? Во всех странах мира выборы что-то решают. Почему наша страна должна быть особенной страной? Тем более, что вы же понимаете, что есть два пути. Легитимный через выборы, смены власти. И нелегитимный путём, там, не знаю, как называется, бунта, ещё чего-то. Но мы же, патриоты России, ввергать её в какие-то перспективы туманные мы не хотим. А мы хотим через выборы действительно добиться того, чтобы власть, по крайней мере, поменяла свою политику по отношению к людям и стала, ну, скажем, более вменяемой. А это можно сделать только путём выборов. Потому что выборы – это борьба идеологии, борьба программ, борьба людей. Мы говорим, что, слушайте, вот мы хотим что-то сделать. Кстати, сегодня будут опубликованы 20 шагов по, скажем так, изменению нашей ситуации в нашей стране. Они полностью поддержаны КПРФ и национально-патриотическими силами. И вы в ближайшее время с ними ознакомитесь, поймёте, что есть реальный путь выхода из всяких революций и без всяких волнений. Нужно только прийти на выборы и проголосовать. Я забываю. Ну, во-первых, мы уверены в том, что мы выиграем. Потому что такого кандидата давно не было. Поле политическое, по сути дела, выжато. И все рассчитывали на то, что будет как всегда. Ну, там, так сказать, стандартные наши кандидаты выйдут. Ну, естественно, получат свои, так сказать, определённые голоса. И наш единственный кандидат, которого, так сказать, вся страна любит, будет у нас опять президент. А тут вдруг появляется человек, который ломает всю систему. То есть, чтобы было предусмотрено администрацией президента. Сегодня рейтинг Павла Николаевича, да, ну, ядко, скажем, зашкалил. Потому что люди увидели новое. Данное у человека. Дело делается. Ну, вот у нас небольшие технические проблемы со звуком. Сделано, как сделано. И если это распространить на всю страну, а это возможно, у нас есть яркий пример Лукашенко. Вот, пожалуйста, мы продукты питания получаем. Теперь не со своей страны, а привозим от Лукашенко. Мы качество этих продуктов оцениваем, потому что они имеют ГОСТы и так далее и тому подобное. То есть масса вопросов, которые люди ждут, чтобы их решили. А власть не решает. И вдруг появляется кандидат, который сегодня может решить. И национал-патриоты с радостью поддерживают этого кандидата. Я надеюсь, что тут вопросов нет. Павел Николаевич, можно мы прогнозируем Вашу природную скромность? Давайте буду хвалить не Вас, а нас. Давайте. Значит, я хочу обратить внимание. Замечательный кандидат, но главное. Не было, скажем так, наверное, со времен Великой Отечественной войны. Такого общенационального объединения. Объединение от коммунистов до национал-патриотов. Вот это мне представляется не менее важным. Павел Николаевич Грудин не только личность, не только хозяйственник, не только человек, нормальный, живущий в доме вместе со своими сотрудниками, но это еще и объединитель, за которого готовы проголосовать от коммунистов до национал-патриотов. Вот это мне представляется. — Одно короткое замечание. Павел Николаевич очень важную вещь сказал. Проблемы не в выборах самих как таковых. Мы знаем о том, что лисификация, манипуляция уже давно отработана. Но проблема заключается в том, что наши быватели, избиратели не ходят на выборы. Если вы хотите изменить свою жизнь, придите на выборы. — Сейчас нет агитационного периода. Мы не можем призывать голосовать за какого-то из кандидатов. Мы можем призывать избирателей. Обязательно придите на выборы. Отдайте свой голос. Определитесь в своей собственной судьбе. Каждый голос имеет значение. Вот это ключевое. — Говорят так. Плохую власть вызывает, выбирает хороший власть, который не ходит на выборы. Действительно это так. Если вы хотите хорошей власти, придите на выборы и проголосуйте. — Кстати, Игорь, по первому вопросу я тут вспомнил. Совхозу четыре года назад было 95 лет. В этом году, слава богу, исполняется 50. — Представляете, все мои сотрудники, которые имели загранпаспорта, поехали в семизвездочный отель. Такие в Турции тоже есть. И пять дней проводили там отдых. — Причем директора не взяли с собой, но директор вообще должен отдельно отдыхать от своего коллектива, потому что он всегда сковывает коллектив. — Так они там так отдохнули, что, кстати, в этом году опять поедут на отдых. Я не знаю, какую страну они выберут. И все это оплатит совхоз. — Так что мы тут все без исключения отдыхаем и неплохо отдыхаем в Турции, в Греции, за границами различными и других территориях. — Пусть там как хорошо проводят.